здравствуйте уважаемые друзья вон азия станут дам не лор не знаю как у меня получилось по румынски но я старался вас поприветствовать я владимир беликов член президиума международной академии наук экологии безопасности жизнедеятельности и член президиума всемирной космогуманистической линии нации сегодня мне хочется с вами поговорить о матрице жизни о всемирных законах жизни и об анатомии человека космического в эпоху водолея человечество переходит потреблению более тонких космических энергий и информации исходя из этого наши мысли становятся супер реализационными необходимо уделять большое внимание экологии мысли вступившие на путь духовности должен осознать нет на земле более благословенной и благородной цели чем безопасность для жизни духа души и тела что говорят нам мудрецы вы свет мира сказал людям царь соломон вы боги сказал людям иисус бог дают каждой птице червя но не бросает его в гнездо сказал будда самую большую силу бог даровал духу сказал омраам микаэль айванхов ты овладеешь тремя великими ключами красоты любви и знания ими ты откроешь двери входа ведущего к светозарным источником божественной истины сумей овладеть этими ключами сказала элена рерих информация информация основа вселенской жизни в начале было слово как по библии духовная информация это великий двигатель прогресса мы хотим в меру силы способности расширить знания о человеке и человеку дается четыре пути для познания истины это религия наука философия и искусство и по нашему мнению они должны объединяться в каждом человеке помогая опознавать законы мироздания что же это за законы мы думаем что прежде всего здоровье каждого это его богатство и забота о сохранении собственного здоровья долголетия это тоже прежде всего задача самого человека мировоззрение человека это скрытая мотивация его действия нам бы положить удивительное время только раз в две тысячи лет небесными учителями дается землянам философия жизни и эволюционными законами творца только раз в четыре тысячи лет практические методологии максимально совершенствуются и сомализации только раз в шесть тысяч лет иерархия творца через своих духовных проводников посылает на землю комплекс знаний и методологий для рождения космогуманистической культуры цивилизации золотой век нам дан такой уникальный шанс построения этой цивилизации через всепрощение и любовь проект формирования человека космогуманистической цивилизации золотой век творца экология души земли и космос начинает материализовываться и творцами может стать каждый из вас через познание мировой единой космогуманистической системы и трех ее наук общей космо-энеопсихологии науки о вселенной человеке космо-психо-энерго-судистологии науки об энергоинформационных взаимодействиях и космо-энеофологии науки о взаимодействии всех уровней сознания внеземными цивилизациями все эти науки и сам принцип космогуманистический нам передан и реализован благодаря Альберту Венедиктовичу Клосс-Игнатенко который активно пропагандирует это движение какие же основные пять космогуманистических информационных принципов азбуки эволюционной жизни за все случившееся в ответе только я это можно перевести как закон кармы когда мы выбираем действия, которые приносят успех другим наша карма приносит плоды счастья и успеха делая выбор, ты изменяешь будущее я никого не виню и я всех прощаю закон прощения, не осуждения спокойствие, залог успеха можно сказать, как закон наименьшего усилия разум природы работает легко и без усилий не говори нет двигайся вместе с потоком я всегда спокоен безвыходных ситуаций не бывает закон чистой потенциальности источником всего, что создается, служит чистое сознание и поэтому все возможно я оптимист вера ведет к победе закон намерения и желания каждое намерение и желание содержит уже механизм своего исполнения и всякий раз, когда ты чего-то хочешь ты бросаешь в землю себе я верю в творца, свои силы и возможности переход на позитивный образ мышления, речи и действия закон дхармы когда мы соединяем свой уникальный талант со служением другим мы испытываем экстаз и ликование своего собственного духа и что и есть конечная цель всех целей 12 эволюционных законов развития и усовершенствования сознания человека 12 уровень сознания и духовность матричное старение вселенной человека эмоционально-информационная система жизни и пирамидально-матричный комплекс человека эти все знания нам переданы и хотелось бы сказать еще вот такую притчу насколько все-таки много зависит от человека Господи, обратились люди к Творцу как много лжи, насилия, войн, смертель, предательства, разврата почему вам это не нравится? спросил Господь конечно нет и Бог ответил тогда не делайте этого о приобретении человека в космическом сознании мечтали лучшему человечеству и интересно, как бы изменилось поведение каждого человека если бы он сознал, что каждая мысль каждое его действие отражается во всей вселенной как известно, один из важнейших принципов суперстабильности это закон фрактальности подобное подобно когда общая схема является прообразом и прототипом каждой субформы а каждая субформа в свою очередь имеет представительство во всех остальных формах об этом еще говорили древние философы но сегодня физики это подтверждают в очередной раз и получается, что понятие иерархии есть понятие и закон космический и вся вселенная насыщенно существует держится лишь этим началом ведь каждая форма во вселенной носит в основании свое ядро и каждый центр устремления живет на принципе иерархии сказала Елена Рерих в свое время все мироздание это устойчивая суперстабильная система являющаяся абсолютным фильтром фурье универсальным анализатором любых информационных категорий или абсолютным разумом получается, что не только человек разумен но и разумно абсолютно все структурное пространство микро и макрокосма и получается, что от наших мыслей зависит и как развивается вселенная можно допустить, что по закону обеспечения суперстабильности система и иерархия не допустят нарушения законов ее развития и не в этом ли причина многих заболеваний нарушение законов приводит к выводу человека из системы жизни нищета духа порождает нищету материальную академик Российской Академии Наук Казначеев в результате своих экспериментов высказал предположение что человек это результат встречи двух космических форм жизни белково-нуклеиновой и энергоинтеллектуальной причем энергоинтеллектуальная составляющая является ведущей и в организации человека опираясь на современные открытия можно признать три единства природы человека это тело, души и духа исследования далеко показали что в ней имеется информационная голограмма которая определяет и направляет развитие клеток мало того последние исследования показывают что эта голограмма как совершенно интересная такая книга может начинаться с любого слова и продолжать потом развитие то есть это многофункциональная система и получается что в каждом человеке есть эталон его деяний мыслей и чувств и если вспомнить писание то дух животворит а плот не пользует немало от ионан если же жизнедеятельность человека соответствует его духу то на физическом плане гармония спокойствие долголетия казалось бы самая маленькая частичка минералы животные растительный мир человек все в этом мире от духа творено все наделено сознанием разница лишь в уровнях сознания минералы существуют на своем определенном уровне сознания растения животные на своем те кто способен лишить человека жизни и те кто живут в мире гармонии также находятся на разных уровнях сознания что доказала в последнее время квантовая физика все создается мыслью все возникает из пустоты все находится в движении вселенная реагирует на мысль все в мире наполнено энергией энергия следует за вниманием то на чем ты фокусируешь внимание начинает изменяться материя материя это энергия поле волна в микрочастицах имеются свойства волны струн мембран все единое целое основа мира сознания если вспомнить древний символ колесо жизни информация движения торсионные поля энергии материя мысль материальная голография фрактальность основа мира основное свойство вселенной состоять из фракталов и изначально содержать в каждом фрактале всю вселенную жизнь это беспредельное единение целого в природе которое заложен принцип вечного непрекращающегося движения изменения и способность к вечным изменениям выводы все целостно все взаимосвязано все гармонично закорномерно происходит вовремя и есть всегда и везде и все подобно где же записывается эта информация если основу жизни высокоорганизованной материи помимо воды составляют белки липиды углеводы нуклеиновые кислоты и микроэлементы эти молекулы сами по себе мертвы только когда они определенным образом взаимодействуют во времени и пространстве возникает обмен веществ рождается жизнь структура воды регулирует функции ДНК сборку нуклеосом и хроматина один нуклеотид ДНК связывает 50 молекул воды в каждой клетке нашего тела 3 миллиарда нуклеотидов ДНК а вот любителям математики я могу предложить как раз такую задачку что произошло сколько молекул и каким количеством мы уже обменялись молекул ДНК и не являемся все мы в мире отражением друг друга как бы зеркальным отражением друг друга потому что все мы обмениваемся молекулами ДНК и при дыхании и при мыслительных процессах и при каждом своем действии можно сказать что все мы взаимопроникаем друг в друга и окружающий мир Станислав Гров высказал тоже предположение что людьми управляют матрицы исследователи нашли в геноме человека послание которое после расшифровки звучало примерно так здравствуйте дети мои это Яхве единственный истинный Бог вы нашли тайну творения теперь поделитесь ею спокойно с миром и все-таки оказалось что в молекуле ДНХ значительно больше информационных фрагментов чем предполагалось все-таки как устроен человек космический по представлениям многих ученых человек подобно Вселенной имеет 10 основных и 5 дополнительных промежуточных тел связанных соответствующими мирами некоторые называют 21 энергоцентр каналы связы основной центральный проходит через позвоночный столб левый и правый которые соприкасаются с чакрами 12 парных и 2 непарных транспортируют энергию и информацию к нашим органам и системам органы представлены и на ладонях и ступнях и в ушной раковине откуда же организм черпает энергию часть от матери часть от солнца планеты конечно же из пищи и воды и все это пропитано информацией профессор Альберт Венедиктович Клосс-Игнатенко создал целую серию матриц и вывел теорию что субинформационная матрица здоровья активного долголетия и успеха может воздействовать на нас рекомендации Альберта Игнатенко откуда мысль пришла туда и ушла утром трижды господи я иду с крестом святого отца иду с кровью Иисуса Христа лишь тот меня победит кто сильнее Иисуса Христа Аминь утром на четыре стороны света да будет свет и мир небесам да будет мир воде да будет мир земле да будет мир всем существам да будет радость всем существам как работать с матрицей прежде всего начало это молитва затем произнести мысленно прошу дать мой персональный звездный субинформационный комплекс мышления представь себе этот шар конус пирамиду внутри головы обращение вести программу проверить ее индикацию усилить ее эталон стрелы времени мироздания прошу дать универсальную матрицу подтверждение и обязательно благодарность всем существам эволюционные космические законы код построения и развития усовершенности 12 уровней сознания вера в Творца себя других и вечную жизнь вот они записаны вот на таких гармонизаторах гармонизаторы они разные но получается работая с ними мы гармонизируем свою информационную систему сегодня такая матрица особенно актуальна потому что это матрица миротворца мироносца которая работает по программе космо-гумунистической доктрины чтобы каждый землянин получил доктрину мира всегда в своей душе продуцировал программу мира добра и любви заполните свой разум концепциями гармонии здоровья мира и добра и в вашей жизни начнут происходить чудеса секрет молодости это любовь радость внутренний покой и смех человек таков какой он мыслит вы дитя бесконечной жизни вы чудесны Джозеф Мерфи доктор философии и права преобразите прошлое забыв его принесите в мир новое наполните тело любовью станьте энергией любви ибо любовь все одухотворяет любовь там где Бог и хотел бы я сегодня закончить нашу встречу с вами таким настроем давайте попытаемся вместе с этого момента я даю себе полное разрешение принять признать и получить бесконечную свободу и изобилие существующие во мне и во всем что меня окружает и все это происходит быстро легко и непринужденно и радостно это все так я глубоко вдыхаю широко раскрывая руки к небу и громко говорю да изобилию любви которая пропитана этот год и все годы моей жизни спасибо до новых встреч то есть Продолжение следует...